Реакция у него молниеносная. Вот сейчас мы наблюдаем, как он вдоль вольера прогуливается, но буквально в следующую секунду тигр может, например, подпрыгнуть, подняться на высоту своего роста, либо просто просунуть сквозь решетку лапу. А когти у тигра вырастают до 10 сантиметров. Однако, несмотря на внушительные размеры, эти хищники все равно кошки не могут остаться равнодушными к дразнилкам и коробкам, в которые, кстати, сотрудники зоопарка кладут шерсть альпаки. Запах дичи привлекает тигров. Но охотно играть хищник будет не с каждой игрушкой. Например, Матис любит синий цвет. Это вычислили опытным путем. И мячики любит. Но футбольного ему хватает на один укус. Поэтому для великанов заказали специальные из толстого пластика. Новая игрушка его заинтересовала больше, чем коробки, больше, чем подвешенное мясо. Поэтому он сейчас ей занимается. Эта игрушка не оправдала, к сожалению, наши ожидания. Потому что он первым же укусом ее прокусил. И вот делает уже достаточно большое количество дыр зубами, клыками. И думаю, к вечеру от этой игрушки ничего уже не останется. Тигры очень осторожные хищники. Но даже это не спасает. Популяция животных стремительно уменьшается. Сейчас амурские тигры занесены в Красные книги по всему миру. Челябинскому зоопарку повезло. Здесь живут два амурца. Матис и Лафи. Потомство они начинают приносить где-то в возрасте 4-5 лет. Поэтому наша пара в этом плане еще, мы считаем, что все у них впереди. И внимательные посетители видели, что не столь давно пара гуляла вместе. То есть все преграды вольера в двух были преодолены. И наши тигры то на одной половине вольера, то на другой спокойно гуляли. То есть у них был какой-то романтический период. Поэтому сотрудники надеются, что скоро в зоопарке появятся котята. Пока же Матис и Лафи принимают поздравления с Международным днем тигра и подарки. Кстати, коробку Матис мастерски разломал, а из шерсти альпаки устроил себе мягкую подстилку.